В эфире Абхазского телевидения еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели» в студии Ирина Аршба. Здравствуйте! Сегодня православные всего мира отмечают один из древнейших христианских праздников Святого Богоявления или Крещения Господня. А в пятницу в Православной Церкви праздновали День на Вечере Крещения Господня или Крещенский Сочельник. В Сухомском кафедральном соборе, как и во всех православных храмах страны, прошло всеночное бдение, а в селе Каман в реке Святого Василиска было совершено ритуальное омовение. Крещение Господне – один из 12 важнейших христианских праздников. В этот день православные всего мира отмечают евангельское событие, как Иисус Христос в реке Иордан принял крещение водой от Иоанна Предтечи. Этот праздник также называется Богоявлением, потому что Иисус Христос после крещения явил себя миру Спасителем и Сыном Господа. Уже по сложившейся традиции, в полночь в Камане у святого источника, настоятель Каманского монастыря, отец Игнатий, совершил чин великого освящения воды. Крещенская вода, сегодня которая благословляет сам Господь, она имеет очень большую духовную силу, поэтому вы все и тянетесь к ней и пришли сюда получить благодатное исцеление. Я вас всех сердечно поздравляю с этим удивительным праздником, с этим чудесным днем крещения, начало нашего спасения. И без этих благодатных чувств христианин не может жить, поэтому мы сегодня все с вами объединены единым духом любви к Богу, любви к Церкви, любви к Родине и любви друг к другу. Ежегодно в крещенский сочерник люди со всех концов Абхазии едут в село Каман, чтобы провести ритуальное омовение в реке Святого Василиска. По преданию, ровно в полночь вода во всех источниках становится святой. Люди с головой окунаются в воду, чтобы очиститься духовно. Вода чуть-чуть холодная, но ощущение очень хорошее. Желаю всем подниматься и окунуться в этой воде. Бодрость, но вообще очень тепло и приятно и хорошо. Так что всем желаю сейчас зайти, окунуться и получить благоденствие в таком святом месте. В крещенский сочерник здесь создаются необходимые условия для всех, кто омывается в реке. МЧС обеспечила светом место проведения молебна и крещенского купания. Для этого была задействована специальная мобильная техника и оборудование. Благодаря освещению верующим не пришлось окунаться в воду в темноте. Мало ли, что кому-то станет плохо и так далее. У нас есть карета скорой помощи, медсестры здесь, косамы других спасателей, то есть аварийно-спасательная машина, палатки, обогрев, то есть генераторы работают, освещение. Выходя из воды, люди имели возможность погреться у костра. Уходя домой, они брали с собой святую воду. Считается, что крещенская вода обладает удивительными свойствами и целебной силой. Она может стоять весь год и не портиться. Крещенской водой окропляют квартиры и дома, а также различные постройки. Есть примета, что этот обряд позволяет защитить дом и его обитатели, а также домашних животных от болезней и дурного глаза, отрицательной энергетики. Главное, чтобы достичь желаемого эффекта от использования крещенской воды, нужно свято верить в ее силу. Аля Катрапш, Алексей Баструков, для событий недели. Сегодня с утра во всех храмах Абхазии началась исповедь и божественная литургия, после которой был совершен чин великого освещения воды. Великое освещение воды происходит два раза – в Крещенский сочельник и непосредственно в праздник Богоявления. Освещение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освещенная в эти дни, ничем не отличается. В 2018 году должна была завершиться целевая программа Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии по инвентаризации объектов культурного наследия страны. Каковы результаты программы? Сколько объектов культурного наследия вошло в список? И как решается самый главный вопрос – сохранение объектов историко-культурного наследия? Мы побеседовали с руководителем Департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Баталом Кубахи. Три года назад была запущена программа целевая, она должна была закончиться в 2018 году. В результате мы должны были представить самое главное – геоинформационную систему, в которой будут отражены все данные об объектах историко-культурных. Ну, не обо всех объектах, но полный объем. К сожалению, мы не успели это сделать по независимым от нас причинам, потому что на 7 месяцев было задержано финансирование. Мы просили перенести, и как исключение парламент, принимая бюджет 29 декабря, перенес остатки данной программы на следующий 2019 год. Я думаю, мы ее завершим где-то к маю месяце, и мы собираемся сделать большую, огромную презентацию геоинформационной системы. В двух словах просто геоинформационная. Это впервые в Абхазии будет создана геоинформационная система, ГИС ее называет, в которой будут отражены все данные, которые в соответствии с законом и инструкциями должны быть по каждому объекту. Фото, фиксация, историческая справка, акты, состояние, архивный материал, что еще дано там. Франные обязательства, договоры. Да, да, договоры, все-все-все-все. То есть это то, что никто уже не может посягать на эти данные. Вот они лежат, сервер будет находиться в госархиве, кадастровая комиссия, не комиссия, они предоставляют нам сервер, это вот все защищено. И отныне мы можем сказать, что по всем объектам у всех всегда будет вся необходимая информация. Мы готовим вот сейчас сервер пробный, первое, это 150 объектов будет. Остальные будут разрозненные данные, там названия, какая-то информация, мы будем над ней работать. С недавних пор департамент по охране историко-культурного наследия Абхазии принимает участие в жильческих дискуссиях. Как вы оцениваете вообще эту площадку? Насколько полезна вот такого формата работа? Ну, я вообще сторонник любых форматов дискуссии на любых площадках, а Женевские дискуссии это, пожалуй, единственная официальная площадка, на которой представители Абхазии могут выражать свою точку зрения в отношении конфликта и в отношении сегодняшнего дня, в отношении будущего. Я у меня пару раз был на Женевских дискуссиях в контексте рассмотрения проблем, связанных с культурным наследием. Если мы на Женевских дискуссиях говорим о том, как восстановить, речь идет о восстановлении утраченного во время войны, то это должен был быть полный объем информации, должна быть четкая программа стратегии, не то, что грузинская страна дает нам то, что хочет, или то, что мы иногда запрашиваем. Иногда мы сами не знаем, что у нас утеряно сожжено, не все знают. Поэтому необходимо целенаправленно работать, чтобы посмотреть все, что хранится в фондах Грузии, все, что сгорело у нас, чтобы мы это получили. Что касается культурного наследия, я дал свою концепцию. Дана, наш юрист, мы сейчас с ней готовим, как это за доклад название, в МИД будем обращаться. Мы хотим, чтобы на Женевской дискуссии поднялся вопрос о создании реестра перемещенных ценностей. Поскольку там участвуют и Россия, и Осетия, и Абхазия, у нас была проблема, когда мы были в едином государстве. И в рамках единого государства многие наши ценности, которые здесь раскапывались, обнаруживались, перемещались в другие музеи страны, и это было нормально. И потом была война. Во время войны очень многие были вывезены, вы знаете. И в постсвоенном пространстве, вот сейчас Дана занимается тоже этим, у нас нет закона о ввозе и вывозе артефактов культурного наследия, и есть проблема с черными копателями, с незаконным вывозом, незаконным оборотом артефактов культурного наследия. Вот все эти вещи мы хотели бы, чтобы это была площадка Женевская, на которой бы стороны об этом обсудили. Вопрос не стоит о том, что надо все возвращать. Вопрос создается сделать такой виртуальный реестр, где все стороны будут, где что, вот как перемещалось, в каких музеях находятся, и чтобы потом мы имели все доступы к тем ценностям, которые имеют отношение к нашей истории. Хотелось немножко, чтобы вы рассказали о находке, которая была недавно найдена на территории пансионата Айтар. Планируете ли вы исследовать это место? Мы нет. Если планируете, то когда? Мы госорган по надзору за сохранением соблюдения, в том числе, когда дело касается археологических исследований. Мы не имеем права сами копать. Мы только можем осуществлять надзорные функции. Так ли ведутся раскопки и соответственно методология. А речь идет о том, что случайно обнаружили склеп. Я уже сто раз говорил, это не самое интересное. Мы еще даже думаем вносить его как отдельный предмет охраны, либо в контексте того храма Святого Георгия, который находится на территории Айтара. Мы пока еще будем думать. Хотелось бы, чтобы его исследования, останки были преданы как бы с церковью. Мы это все обсудим. Пока мы не планируем, у нас денег нет. Если Академия наук решится, то да. Если еще кто-то решит, посмотрим. В своих интервью вы очень часто говорите, что все объекты историко-культурного наследия должны быть, ну не все, но основная их часть, могут быть приватизированы и должны быть приватизированы, чтобы они восстанавливались, приводились в порядок. Но здесь очень часто вопрос встает о правовом оформлении такого рода сделок, договоров. Вот какая работа ведется в этом направлении? Ну, я бы сказал так, я больше доверяю своим юристам, то есть фактически я и в парламенте, когда работал, я сам законы не писал. Я просто формулировал право и что хотел, обращался к юристам. Вот в этом смысле мы с данной работали над этим законами. Я думаю, может быть, ей смысл сказать, что мы свою правоприменительную практику давали парламенту. Было принято в первом чтении поправки в закон об историко-культурном наследии. Эти поправки минимальны, там гораздо больше надо принимать поправок, но это очень сложно, надо новость. Они приняли, мы ждем, когда во втором чтении. И вот там сделали такие, как это, новеллы, да, вот, может быть, данные правильно сформулируют, чтобы люди понимали, насколько важно, чтобы чтения были во втором и в третьем чтении, чтобы эти поправки обсудили парламент, и люди имели бы вот, как бы, возможность, на чем дело. Потому что закон о культурном наследии нарушался в течение 25 лет. Вводятся такие поправки, как возможность приватизации, чего на сегодняшний день законом четко установлено, что приватизация объектов историко-культурного... Именно объектов гражданской архитектуры. Да, объектов гражданской архитектуры. То есть на сегодняшний день статья 31 закона гласит о том, что приватизация запрещена в принципе. То есть все остальные сделки, которые ранее производились, они получаются незаконными. Чтобы, так как спрос на данные объекты большой, и мы видим возможность того, чтобы объекты могут быть приватизированы, мы посчитали нужным ввести такую поправку в закон. И она будет предусматривать не просто приватизацию на всю жизнь, то есть у приобретателя объекта историко-культурного наследия будут обременения соответствующие. Если он не исполняет возложенные на него обязательства, то государство имеет право либо изъятия, либо иными способами воздействовать на гражданина или организацию, у которой в собственности будет объект, для исполнения обязательств. Также мы вводим преференции для добросовестных пользователей. То есть это уменьшение арендных платежей может быть, это может быть возможность каких-то работ по сохранению. Речь идет, что если человек-арендатор вложил, допустим, миллион рублей в ремонт объекта историко-культурного наследия, то специальная комиссия, есть методология, высчитывает, сколько ушло на предмет охраны. Допустим, из миллиона 658 тысяч ушло на то, что необходимо сохранять с точки зрения закона. Вот эти суммы являются его активом по восстановлению объекта культурного наследия. И вот должна, как в России, как в Европе, либо снижаться арендная плата, либо за счет восстановления. Так, должна быть компенсация предусмотрена добросовестным пользователям, чтобы в дальнейшем и спрос был, и вообще люди понимали о том, что такое объекты историко-культурного наследия, какие они могут получить преференции, льготы, выполняя добросовестно свои обязательства. То есть это очень важно для сохранения. Да, департамент работает, министерство работает, но нас не так много работников департамента. Мы не в состоянии физически за всем проследить. И добросовестные пользователи объектов историко-культурного наследия такой ресурс для нас, вообще для общества, для сохранения памятников. Кроме того, помимо таких вот глобальных, мы вводим поправки касаемо охранных обязательств. То есть на сегодняшний день охранные обязательства должны быть подписаны собственниками или пользователями. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что кто-то не хочет, либо мы не можем отыскать пользователей, собственников. Если пользователь не хочет, вы не имеете никаких инструментов, да, чтобы как-то влиять? Мы не имеем возможности их найти. Поэтому мы хотим следующее предложение сделать в императивном порядке охранные обязательства предъявлять. Вот в России сделали так. То есть поскольку невозможно найти собственника, пользователя годами, а вопрос стоит, все, неважно. По адресу юридическому посылается уведомление, что охранные обязательства, он обязан их выполнять. Нам уже его подпись, печать, там пальцем отпечатки не нужно. Просто уведомляем, все. Эта норма вообще, в принципе, права, незнание закона не освобождает от ответственности, закрепляется вот в этом охранном обязательстве, которое будет императивным способом поддаваться человеку, собственникам, пользователю. И человек не сможет сказать, я не знал, что это объект историко-культурного наследия, поэтому я его разрушил. Это вот очень важно. По поводу, тут такие споры, нас все спрашивают, вот Батал Самсоныч хочет, чтобы все продавалось. А суть вот в чем? За 25 лет огромный массив объектов гражданской архитектуры, хозяйствующих, ну, все эти санатории, дома отдыха, которые являются объектами историко-культурного наследия, были проданы. Минуя закон, там была оговорка, что парламент может менять форму собственности, речь шла из республиканской в местную, из местной собственности, но не как в частную. Но неважно. И люди могли покупать, не имея абсолютных обременений. Мы имеем то, что мы имеем в Гаграх, разрушены особняки начала, конца 19-го, начала 20-го века, которые являются нашим тоже культурным фондом, да, карточкой самого Гагра. Нарушена историческая градостроительная среда в Афоне, в Сухуме. Люди что хотят, то и строят. Мы хотим вывести это вот так вот в чистое пространство, снизить уровень коррупции. Когда открытым тендером продается тот или иной объект, но совершенно четко дается обременение. К примеру, в течение 7 лет объект должен быть занят. В течение первых двух лет он должен представить проект реставрации, который принимается научно-методическим советом, управлением по строительству, архитектуре, ну, специалистами. Потом делается предварительный, там, ремонтный, фасадный, а потом завершающий, и все это принимается. Великолепно. Объекты историко-культурного наследия могут сами себя, ну, грубо говоря, кормить и, там, способствовать тому, что вы посмотрите за 25 лет, не считая проектов предыдущего десятилетия, когда вот театр делали, музей, это были социально ориентированные проекты, там, социальные инфраструктуры. Ни один объект культурного наследия государства не был восстановлен. То есть государство фактически не берет на себя полную мере ответственность сохранения, самое важное, что мы имеем в виду культурного наследия, бедийский храм. Вот я благодарен Хибблы Герзамаве, она все время своими фестивалями, что делает? Вот у нее есть такая фишка. Любой ее фестиваль, проходящий в Абхазии, она делает на объекте культурного наследия. Всегда она хочет. Вот благодаря ей Сухумскую крепость расчистили от завала. Вы помните, какая она была? Что она там проведет? Сейчас, возможно, на Пицунде, Биди. Туристические маршрутки все проложены по трем точкам. Море, горы, объекты культурного наследия. Мы предлагаем создание некого фонда, куда бы аккумулировались, допустим, если туристический маршрут предполагает поездку по трем объектам истории культуры наследия, где толпы людей ходят, разрушают, его же надо восстанавливать, а некому восстанавливать. То они какие-то там проценты с данного маршрута, полученных официально за регистрированных денег, перечисляют в этот фонд. Арендаторы, имеющие в пользу объектами, какую-то часть тоже перечисляют. Вот как заводы, за свет, может, платим какие-то. Это вот такие налоги. Тогда сформировался бы фонд, и объекты культурного наследия сами, за счет своей значимости, сегодня все эксплуатируют объекты культурного наследия, но никто не вкладывает деньги в их реабилитацию. Примется закон во втором, я не могу сказать, что там примется парламент, вправе ту или иную поправку оттянуть, но примется. Примется наш нормативный правовой акт, вот Дана готовила, четвертый год в кабинете министра. А суть их была спецификация и ценообразование о охранах археологических исследований. Пока мы их не дадим, очень сложно обязать землевладельцев новых платить на охранные раскопки. И еще очень важно, мы забыли с Дана сказать, вот мы подготовили 25 проектов. Это в течение двух лет мы работали. И там Мэкл Гилл проект подключали, и геодезистов. Мы сделали 25 опорных точек границ историко-культурных заповедников. Это те заповедники, которые были Владиславом Григорьевичем Ардзенбулкасом приняты. Но они, к сожалению, не были границ обозначены. Это отдельная работа, очень дорогостоящая. Мы это сделали, мы дали в кабинет министров. До сих пор их не рассматривают. А это очень важно. До тех пор, пока не уничтожили территорию заповедника, наших историко-культурных, природных сейчас тут иногда путают, хотя они взаимосвязаны, мы их защитить не сможем. Принятие границ заповедника, это означает закон по этим границам. Он не должен быть принят. Только так можно защитить. Других путей нет. Это реформа законодательства, это изменение нормативно-правового базы, это изменение отношения местных республиканских органов к своему наследию. И давайте о планах поговорим. О 2019-й годах. Какие у вас планы? Планы грандиозные. У нас первый, самый главный план, это юристы нашего департамента, они будут дальше работать на совершенствовании своих предложений для парламента, для кабинета министра, нормативно-правовой базы. Мы поняли, что очень много надо изменить, и это делается. В День культурного наследия у нас будет очень интересное мероприятие. Мы вытащим из картины галереи все наших корифеев, которые там хранятся, где зафиксированы объекты культурного наследия. Но параллельно с этим мы будем работать на пленэрах со студентами училища, с детьми. Подготовим к изданию каталог 100 лучших архитектурных памятников Абхазии, в которых будут отражены особенности, архитектурная значимость, историческая значимость, фотографии, качественные. Работу мы уже три года делали, вот мы сейчас обобщаем. Мы планируем издание Горной Абхазии, то есть каталога. В июне или в июле будем делать четвертую научно-практическую международную конференцию. Тема будет очень интересная. Это не только госорганы по охране, это юристы, международники и так далее. Тема будет связана с перемещениями артефакта во время общего государства, во время воин-конфликта и в конфликтном государстве. И на нем смогут не только историки, юристы, правоведы, этнологи, музейные работники. Это будет очень широкое. Фактически вот эта тема, которая последний год на всех конференциях, в России, там где участвуют, мы поднимаем эти вопросы. Мало кто поднимает, в основном Абхазия поднимает. Это нам важно, у нас с этим есть проблемы, но все понимают, что это очень важно. Мы будем вот такую конференцию делать. Но у нас еще очень много планов связано с мониторингом объектов истории культурного стыня. Целевая программа заканчивается, мониторинг, он будет вечный. И вот опять правовая база, мы вот, юрист наш, предложил ввести в закон понятие ежегодного мониторинга объектов истории культурного наследия. Руководитель госоргана по охране обязан давать как омбудсмен отчет по сохранению, по проблемам, вызовам, которые есть с охранением. Но это вот пока не примем, я так пишу их. Никто не принимает во внимание. А когда он будет в законе, то наш отчет, это будет документ, на который не имеет права не реагировать ни правоохранительный, ни местный орган. Вот такие планы. Присоединиться к 20-й статье Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, ввести уголовную ответственность для госслужащих за незаконное обогащение. С такой инициативой обратилась группа граждан в парламент Абхазии и получила понимание в этом вопросе. В данный момент рабочая группа в составе депутатов парламента, представителей общественности разрабатывает соответствующие нормы. Об истории вопроса и мировом опыте использования 20-й статьи Конвенции ООН в репортаже Белоквартия. Группа граждан Абхазии направила официальное обращение в парламент республики, в котором предложила принять закон о государственной службе и присоединиться к Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, в том числе реализовать 20-ю статью Конвенции, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Инициаторы настаивали на том, чтобы доходы и имущество чиновников были задекларированы, а декларации опубликованы. Была создана рабочая группа, которая и стала разрабатывать законопроекты. Я надеюсь, что мы в ближайшее с вами время примем те нужные изменения и поправки или примем целый пакет законов, которые будут реально способствовать улучшению ситуации в данной сфере. Давайте сделаем так, чтобы мы смогли принять правильные поправки, если ратифицируем 20-ю статью, чтобы она работала, все подзаконные акты, которые нужны, чтобы мы их доработали. 20-я статья Конвенции ООН против коррупции гласит, при условии соблюдения своей Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы, каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающего его законные доходы, которые оно не может разумным образом обосновать. Конвенция ООН против коррупции – международно-правовой документ, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в октябре 2003 года, вступил в силу 14 декабря 2005 года. Конвенция состоит из восьми глав, объединяющих 71 статью. В декабре 2003 года на конференции в Мериде, Мексике, Конвенция ООН против коррупции была открыта для подписания. День начала работы конференции был объявлен Международным днем борьбы с коррупцией. В настоящий момент к конвенции присоединились 172 государства. Все они приняли на себя обязательства по внедрению антикоррупционных мер в области законодательства, государственных институтов и правоприменения. Незаконное обогащение – это понятие государством предлагается ввести в Уголовный кодекс в 20-й статье Конвенции ООН против коррупции. Первый законопроект, который призывает наказывать публичных должностных за приобретение активов, если они не могут доказать их законный источник, появился в 1936 году в Аргентине. Законом эта норма стала только в 1964 году. Согласно ей, любой человек, который не в состоянии объяснить происхождение своего заметного обогащения или третьих лиц, если таким образом он скрывает свои активы, полученного во время госслужбы или в течение двух лет после нее, наказывается лишением свободы от двух до шести лет, штрафом от 50 до 100% величины незаконного обогащения и пожизненным запретом на госслужбу. В 2004 году бывший министр природных ресурсов Аргентины Мария Альгасарай получила три года лишения свободы и штраф в 50 тысяч долларов за незаконное обогащение. Прокуратура проанализировала ее доходы и расходы за определенные года, нашла сильное расхождение и потребовала объяснения. Чиновница рассказала, что зарабатывала за счет консультационных услуг, а также получала деньги от бывшего мужа и отца. Эти объяснения не удовлетворили суд и ее отправили в тюрьму, обязав выплатить в казну всю сумму, признанную незаконным обогащением. Основным препятствием для применения 20-й статьи Конвенции является ее противоречие основополагающему принципу презумпции невиновности, то есть когда обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а также отсутствием такого состава преступления, как незаконное обогащение в Уголовном кодексе. Вместе с тем, статья 65 Конвенции, рекламентирующая вопросы создания антикоррупционных механизмов, вводит требования для государств-участников реформировать законодательство и модернизировать правовые нормы, направленные на борьбу с коррупцией. Здесь проблема в чем? Есть какие-то ссылки на то, что это трудно, сложно и так далее. На самом деле не сложно. Первое – это признать незаконное обогащение уголовно наказуемым деянием. Второе – опять-таки 20-я статья, любой чиновник, активы которого значительно необъяснимо превосходят. Вот это все, да? Вот это разница незаконное обогащение, за которую он должен... То есть предельно просто все. Можно, конечно, поволокить это дело, потянуть. Это линия сопротивления на самом деле. Конвенция ООН против коррупции приводит в действие целый ряд механизмов, которые имеют высокую степень независимости от исполнительной власти. Независимая судебная система, при которой нарушивший закон бюрократ может быть легко и эффективно признан виновным, резко снижает потенциальную привлекательность коррупции. Статья 13 Конвенции ООН против коррупции предусматривает меры по противодействию коррупции не только со стороны государственной власти, но и со стороны общества. Таким образом, гражданский контроль над практической реализацией конвенции играет большую роль в борьбе с коррупцией. Закон о противодействии коррупции был принят в Абхазии в ноябре 2015 года и вступил в силу 1 марта 2016. Он определяет требования претендентам на государственные должности, предусматривает назначение независимой экспертизы и меры для формирования в обществе нетерпимости коррупции. Кроме того, национальное антикоррупционное законодательство обязует государственные органы и организации проводить открытые конкурсы или аукционы при закупках государственных нужд, приватизации и передаче госимущества в аренду. При этом определения понятия «незаконное обогащение» в нем нет, как и статьи об обязательном декларировании доходов госслужащего. На этой неделе в парламенте состоялась очередная рабочая встреча депутатов и инициаторов закона о декларировании доходов и расходов чиновников. Как отметил в интервью нашей программе руководитель рабочей группы, депутат парламента Стамур Логуа, в процессе работы над законопроектом в него были внесены некоторые изменения. Рассмотрев законопроект, депутатская рабочая группа и инициаторы закона решили провести еще одну встречу, прежде чем с учетом всех замечаний вынести его на первое чтение в парламент. В парламент поступили разные проекты законов по декларированию доходов и расходов чиновников. Были и поступившие извне проекты законов, был и проект закона, который представила группа депутатов, были и наши поправки общие и так далее. Мы отправили все эти законы на экспертизу в Генеральную прокуратуру, так как мы с ними сотрудничаем. Они дали свой ответ, прислали нам его. В принципе, у нас готов законопроект для того, чтобы вынести его на сессию. Есть, конечно, загвоздка в том, что до сих пор у нас не принят закон о государственной службе, и мы не можем сегодня классифицировать, кто является чиновником, а кто бюджетником. Понимаете, учитель тоже получает с бюджета деньги, но он не может быть чиновником. И в этом есть, конечно, проблема. Однако, это первый наш шаг в деле укрепления или развития антикоррупционного законодательства, и поэтому мне кажется, что на ближайшую сессию мы вынесем вот этот закон. Перед сессией мы еще раз планируем собраться, уже доработать этот законопроект, и надеемся все вместе, единым целым, вынести вот этот закон на сессию. Другой момент. Было, конечно же, мнение у наших друзей, которые отстаивают принятие и ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН, там есть такое понятие, как незаконное обогащение. Вы, наверное, знаете, что незаконное обогащение никак не прописано в нашем Уголовном кодексе, и на что Генеральная прокуратура дала соответствующий ответ, что вот незаконное обогащение нет у нас, но есть корыстный мотив и так далее. Если вводить такое понятие, надо будет пересмотреть ряд статей Уголовного кодекса, и тогда, может быть, будем выносить его. На сегодняшний день мы все-таки занимаемся тем, чтобы принять закон, декларацию доходов и расходов чиновников и депутатов. В связи со вспышкой заболевания с виным гриппом, в Грузии с 10 января сроком на два месяца введено ограничение на пересечение государственной границы с соседним государством. Согласно принятому решению, запрещается въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии. Исключением составляют сотрудники Ингургеса, а также граждане, состоящие на учете в медицинских учреждениях Грузии и выезжающие туда на различные процедуры. С 11 января с 7 часов утра до 7 вечера на границе дежурит бригада галтских врачей. Все граждане, пересекающие госграницу, проходят визуальный осмотр. При первом подозрении на наличие опасного вируса жители района направляются в ЦРБ города Гал. За ситуацией с распространением свиного гриппа в сопредельных государствах следят в Министерстве здравоохранения Абхазии. Как сообщила главный государственный санитарный врач Республики Людмила Скорик, на сегодняшний день обратившихся в лечебно-профилактические учреждения пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями по районам республики, не считая столицы, 160 человек, из них 132 ребенка. Людмила Скорик подчеркнула, что на данный момент на территории Абхазии не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом H1N1. Руководством Минздрава даны поручения разместить наглядную информацию по профилактике вирусных заболеваний в детских, дошкольных и учебных заведениях. Кроме того, министр Томас Сахнаки дал ряд указаний по исполнению всеми лечебно-профилактическими учреждениями приказов Минздрава о профилактике сезонного гриппа и острых респираторных инфекций. В частности, Республиканская СЭС поручена обеспечить всю необходимую экспресс-диагностику гриппа на приграничной территории и диагностику гриппа в Республиканской БАК-лаборатории, а управлению лекарственным обеспечением обеспечить всеми необходимыми расходными материалами, реактивами, противовирусными, антибактериальными препаратами и другими лекарственными средствами лечебно-профилактические учреждения амбулаторного и стационарного звена. Министр внутренних дел Гарри Аршба провел выездные проверки режимных объектов на предмет соблюдения внутреннего распорядка и функционирования изоляторов временного содержания и следственного изолятора МВД в поселке Дранда, материально-технического обеспечения, исполнения регламентирующих инструкций личным составом спецучреждений. В ходе проверки выявлен ряд нарушений, в частности, несоблюдение пропускного режима и внутреннего распорядка СИЗО МВД. Приказом министра внутренних дел Гарри Аршба от занимаемой должности отстранен начальник СИЗО и начальник отделения режима и охраны следственного изолятора. Как отметил министр, сотрудники спецучреждения должны исполнять свои служебные обязанности в полной мере и объеме. Никакие нарушения в данной системе недопустимы. В целях обеспечения законного порядка и исполнения установленного внутреннего режима следственного изолятора МВД Гарри Аршба распорядился откомандировать ряд ответственных сотрудников из числа личного состава подразделений Центрального аппарата Министерства городских управлений и районных отделов внутренних дел для несения службы на данном режимном объекте. С января 2019 года филиал «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго» проводит перерегистрацию абонентов, пользующихся 50% на льготы по оплате за электроэнергию. Согласно закону Республики, помимо ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, семей погибших защитников Отечества, ветеранов Чернобыля и Афганистана, в нашей стране такой льготой пользуются сотрудники всех силовых структур, а также служащие Государственного таможенного комитета, миграционные службы и агентства правительственной связи. Перерегистрация абонентов, пользующихся 50% на льготой по оплате за электроэнергию, проводится с целью обновления данных и получения полной и правильной статистики. Для прохождения перерегистрации необходимо предоставить в районные отделы филиала «Энергосбыт» справку, подтверждающую право пользования льготой. Перерегистрация бессрочна, и хотя с 21 января действие всех видов льгот будет приостановлено, по предоставлению документа, подтверждающего право пользования льготой, для этих абонентов будет произведен перерасчет. Кроме того, руководство филиала «Энергосбыт» ведет работу по изменению категории льготников. Здесь надеются, что в ближайшее время льготы будут пересмотрены в пользу многодетных семей и инвалидов первой группы, а не сотрудников государственных ведомств и учреждений. Соответствующие предложения уже представлены в кабинет министров Абхазии. В Министерство экономики Республики поступило обращение от гильдии хлебопекарей Абхазии о возможности рассмотрения вопроса повышения цены на хлеб, который, как известно, является основным продуктом питания. Почему возник подобный вопрос? Имеет ли он под собой основание? В ситуации разбиралась Алика Трапш. В Абхазии производят различные виды хлебобулочных изделий, но самым востребованным считается хлеб из муки первого и второго сортов. Цена на хлеб регулируется государством. На сегодняшний день цена за булку составляет 21 рубль. Такое решение было принято кабинетом министров Республики четыре года назад. Но буквально месяц назад в гильдии хлебопекарей Абхазии, куда входят 15 крупных предприятий, обратились в Министерство экономики с просьбой повысить цену на хлеб на 4 рубля в связи с повышением цен на его компоненты муку, масло и дрожжи. Мы сегодня работаем на остатках муки, которая завезена была нами еще два месяца назад. То есть вот на этих остатках мы дорабатываем. Если мы сегодня привозим муку и начинаем перерабатывать ее по той цене, которая имеет быть место в Российской Федерации, то себестоимость одной булки хлеба будет стоить 21 рубль 30 копеек. Но мы, не имея собственной точки сбыта, реализации, мы имеем договора с магазинами, супермаркетами, мини-маркетами. Мы обязаны им давать торговую скидку. Вот эта торговая скидка у нас на сегодняшний день, пока цена муки 21 рубль, она у нас 19 рублей. То есть если мы привезем сегодня муку и начнем ее продавать по цене 21 рубль в рознице, то для производителя мы, соответственно, в убытке. Ценообразование на хлеб зависит и от общезаводских расходов, куда входит стоимость горюче-смазочных материалов. К примеру, в случае отключения электроэнергии на предприятии есть источник автономного питания, который в час расходует 35-40 литров топлива. А это дополнительные расходы. Печь хлеб себе в убыток пекали не будут. Вот почему они обратились с подобным предложением в правительство. Ливан Адлиба уже 9 лет занимается поставкой муки в Абхазию. По его словам, причиной повышения цены на муку в России стал невысокий урожай пшеницы в этом сезоне, в связи с чем повысились цены не только на муку, но и на ее перевозку. Стоимость 1 кг муки на условиях поставки даб веселая, это на границе с республикой, составляет 20 рублей 10 копеек. Плюс к этой цене нужно будет добавить еще доставку до Сухума. Идут затраты на железнодорожное, таможенный сбор, выгрузка, привезти на складах все это дело, выгрузить. Поэтому где-то в районе 23 рублей будет уже на месте на предприятии такая цена. По сегодняшним прогнозам, возможность увеличения роста цены будет еще минимум на 3-4 рубля. То есть до следующего сбора урожая, это где-то в мае-юне месяце. Новость о возможном росте цены на хлеб покупатели восприняли по-разному. Одни принимают ее, исходя из роста цен на другие продукты питания. Другие же надеются, что государство найдет решение проблемы. Вообще на возраст цены я отношусь всегда отрицательно. Потому что заработные платы, к сожалению, не добавляются, а растут цены на продукты и на все остальное. Как бы очень тяжело жить в наше время стало. Ну а что дорого будет? А что удивляться? Везде так. Что делать? Для некоторых, может быть, это не трудно, но есть люди, которые живут не трудно. А все летать все. Сами понимаете, сложно нашим пенсионерам. В Министерстве экономики Абхазии уполномочены органы государственного управления в области государственного регулирования цен. И вопрос о повышении цены на хлеб находится в разработке у министерства. Сегодня проводится работа, которая направлена на принятие сбалансированного решения, которое бы могло позволить предпринимателям продолжать свою работу по производству хлеба без убытков. Соответственно, чтобы они могли содержать свое хозяйство и обеспечивать нас с вами хлебом. И в то же время, чтобы цена была зафиксирована на минимальном возможном уровне для того, чтобы население могло в большей мере иметь доступ, иметь возможность приобретать этот продукт и пользоваться им. Можно еще отметить, что мы не так давно подготовили проект решения Кабинета министров и направили на рассмотрение руководства страны с тем, чтобы увеличить ввозные таможенные пошлины на импортируемые хлебы, хлебобулочные изделия. Тем самым мы хотим добиться цели повышения конкурентоспособности нашей отечественной продукции. Несомненно, любое изменение цены на хлеб, пусть даже незначительное, отражается на бюджете населения. И более остро на повышение реагируют пенсионеры и малообеспеченные слои общества. И все же возможность повышения цены на хлеб сохраняется. А вот когда это произойдет и на сколько, покажет время. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 6 марта исполняется 90 лет со дня рождения великого писателя и мыслителя Фазиля Искандера. В связи с этим в кабинете министров прошло первое заседание госкомиссии по увековечению памяти Фазиля Искандера, созданной на основании распоряжения президента Республики Абхазия 26 декабря 2018 года. Были обсуждены подходы к формированию программы мероприятий, посвященных творчеству писателя. Члены комиссии обсудили подходы к формированию программы мероприятий, предложили проведение декады, посвященной юбилею писателя, в которую войдут выставки, литературные вечера, предметные недели в образовательных учреждениях, а также на телеканалах Республики, передачи, посвященные освещению и осмыслению творчества Фазиля Искандера. Подробные предложения членами комиссии будут представлены до 31 января. В день рождения писателя 6 марта пройдут в Русском театре имени Искандера в Абхазии и в Литературном музее в Москве юбилейный вечер, который посвящен творчеству известного писателя. Также поступило предложение от нашего Абхазского института провести большую научно-практическую конференцию, которая посвящена творчеству писателя в России, в Абхазии. Очень многие его исследуют, многие защищают диссертации на тему творчества Искандера. В этом году юбилейная дата еще у Международного фестиваля культуры имени Искандера, который проходит ежегодно. Ежегодно 5 лет в этом году этому фестивалю. Он откроется большой выставкой ретроспектива Искандера. Будут представлены фотографии, известные, редкие фотографии, с которыми ранее не был знаком зритель, какие-то интересные материалы. Это большая интересная выставка, над которой мы уже начинаем работать, и мы ею откроем фестиваль. И планируем мы в рамках этого фестиваля премьеру третьей части трилогии фильма «Ибраким Ачкаду», которая также посвящена творчеству писателя. И мы очень надеемся, что реализуется еще один интересный проект. Известный осетинский режиссер Аслан Галазов, он ставил себе задачу снять художественный фильм, полнометражный фильм «Детство Чика». И в этом году он выиграл грант Министерства культуры России. Он будет снимать фильм. Ну, конечно, часть съемок пройдет в Абхазии. Это уже для нас очень интересное событие к юбилею. А в Москве в культурном центре Фазиля Искандера к 90-летию со дня рождения нашего знаменитого соотечественника состоится литературный вечер, читая Фазиля Искандера. В исполнении молодого актера Дениса Саракатягина прозвучат отрывки из произведений писателя. Вечер станет своеобразной отправной точкой, первым мероприятием культурного центра, которое посвящено грядущему юбилею 90-летию со дня рождения Фазиля Искандера. В рамках программы зрители услышат отрывки из таких произведений, как «Созвездие Козла Турант», «Кролики и удавы», «Софичка», «Школьный вальс» или «Энергия стыда», «Детство Чика». Кроме того, прозвучат стихи Фазиля Абдуловича, написанные им в разные периоды жизни. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok